Интересные открытия на каждом шагу. Например, цветки с экзотическим именем ремонии цветут только поочередно. Один отцвел, другой начал. По соседству капуста брокколи. И хозяйка дачи делится секретом фирменного блюда. Возьмете брокколи, его немножко, минут пять в кипятке отваривается. Потом берете грудку курицы, нарезаете мелко, ее тоже немножечко пожарите. Делаете, закладываете брокколи, яичком немножко сделаете, заливаете. И немножечко ее, как получается в виде омлета. От каждого растения польза своя. На участке немало трав и цветов, которые используются для заварки в чай. Получается настоящий эликсир здоровья. А вот базилик, базилик, я довожу до семена, потом собираю семена и всю зиму пить с ним чай. До такой степени ароматный. А для чая у меня вон там грядка стоит, значит, мята лесная, душица. И вот она целая грядка, вот два раза, второй раз уже цветет. Тоже для чая. Собираю вот такие чаи и зимой, знаете, очень хорошо их. Прихожу сюда и отдыхаю душой, говорит Тамара Владимировна. А время здесь проводят почти круглогодично. С марта и до белых мух. Заняться на даче всегда есть чем. А первая начинает, первая, между прочим, жимолость начинается. У меня их семь кустов из жимолости. Да, она на две недели созревает вперед, чем клубника. А и земляника, вот она так же, как клубника. Прям только зима проходит, ее обработаешь немножко, поможешь ей, там золото, туда-сюда ее польешь. И она прям пошла, и сразу цвет, и так этот цвет, вот вы сейчас увидите, он так постоянно, все лето. Только ухаживать надо. Малина и земляника поздней осенью. И не просто остатки от лета, а самые настоящие, на цвету. Крупные, вкусные, ароматные. Кстати, у каждого зеленого насаждения история своя. Есть она и у земляники. В Маршанск попала из Прибалтики. Вот он мне выслал небольшой пакетик и говорит, вам что, колхозный сад, что ли, засадить? Два грамма, я еще не представляла. Два грамма, сколько это? Вот, и я, правда, его вот сколько вырастила, всем дала. И дочке, у меня три дочери, и дочерям, и соседям, и подругам. Размножайте ее, сидит. Она же очень вкусная, ароматная. Пока общались с Тамарой Владимировной, все пыталась подсчитать. Сколько же у нее на участке зеленых насаждений, овощей, фруктов, ягод, цветов не получилось. Впрочем, не только у меня. Я считала, считала, насчитала 45 сорта цветов и бросила, не стала больше. Говорю, все, запуталась, не буду. Вот, очень много, очень. У меня 8 яблонь, 5 груш, алыча, виноград, вот много. Сливы, вишни, это черешня. Уезжали с гостинцами, тоже будем пить ароматный чай с травами, малиной и земляникой. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.